Продолжается эфир Радио Крым Реалию. Сегодня мы будем общаться с главой правления Крымской правозащитной группы Ольгой Скрипник. И, как обычно, мы каждый раз сообщаем в Крыму о задержаниях, об обысках. Вот только в январе у шестерых крымчан были проведены обыски, происходили задержания без законных оснований. И вот сегодня поговорим о том, как вести себя при обысках, изъятии вещей, задержаний, составлении протоколов. То есть такие вот правозащитные лайфхаки. Расскажем, но прежде, чем с Олей приступим к разговору, послушаем краткую справку о том, какие фиксировала Крымская правозащитная группа нарушения с правами человека в Крыму в 2017 году. В 2017 году наблюдалось серьезное ухудшение ситуации с соблюдением прав человека в Крыму. Крымская правозащитная группа зафиксировала ряд новых тенденций в политически мотивированных преследованиях крымчан. Анализ ситуации за год показал, что в Крыму продолжается преследование активистов, в том числе и по религиозному и этническому признаку. В деле крымских мусульман появилось еще 10 задержанных. Шестерых из них обвиняют в участии в организации Хизбут Ахрир, четверых в участии в организации Таблиги Джамат. В соседней России запретили религиозную организацию «Свидетели Яговы», что также является нарушением свободы совести и религии. Запрет де-факто распространился и на Крым. В списке запрещенных некоммерческих организаций на сайте Минюста России значится 18 крымских организаций «Свидетелей Яговы». Усилились ограничения свободы мирных собраний. За 2017 год КПГ зафиксировало минимум 19 политически мотивированных админарестов. Не менее 25 человек стали фигурантами уголовных дел. В частности, только за участие в одиночных пикетах 14 октября задержали не менее 49 человек. В дальнейшем оштрафовали 75. Общая сумма штрафов для тех, кто вышел на пикеты в этот день, составила 790 тысяч рублей. Во многих случаях задержание активистов проводили без соблюдения даже де-факто действующих в Крыму законов России. В 2017 году в Крыму ужесточилось давление на свободу выражения мнений. В частности, зафиксированы открытия уголовных дел за посты и комментарии в социальных сетях. За прошедший год аналитики КПГ зафиксировали серьезное ухудшение ситуации с оказанием медицинской помощи заключенным, что в некоторых случаях можно приравнивать к пыткам. Даже в январе КПГ зафиксировала 6 случаев обысков. Насколько они были законны? В принципе, даже их больше. Если точнее посмотреть и проверить, то получается, что минимум 9. Это только то, что мы знаем. В большинстве случаев и в этих обысках также мы фиксировали процессуальные нарушения. И, в принципе, известно, что минимум 6 из этих обысков закончились определенными последствиями для людей. Два административных штрафа, два административных ареста сроком по 10 суток и, к сожалению, два новых уголовных дела, в результате которых люди уже сидят. И мы сбрали меру пресечения. Это вы о ком говорите? Это Евгений Каракашев и Смаил Рамазанов, которых, причем, посадили из-за публикации в социальных сетях. Абсолютно политическая статья. Скорее всего, это будет говорить о том, что, в принципе, мы уже считаем, что список политических заключенных пополнился на два человека, которые уже прибывают в СИЗО. И я бы отметила, что эти обыски были особенно циничные, брутальные, потому что обыск происходил, знаете, под видом того, что ищут просто группу террористов, у которых с собой гранатометы и все остальное. На самом деле, часть из этих статей были либо вообще просто административкой, либо даже так называемые уголовные дела, но на самом деле они всего лишь были за публикацию в социальных сетях. Поэтому, конечно, действия, которые предпринял ОМОН и другие силовые структуры России, они явно неправомерны и не целесообразны тому, чему они сами заявляют. То есть получается, что человек написал что-то в Фейсбуке или ВКонтакте, а к нему приезжает целый наряд ОМОНа. Поэтому я думаю, что это один из главных уже признаков, который говорит о том, что здесь можно искать массу нарушений. Я понимаю, что мы говорим чаще всего о неправомерных обысках, о неправомерных действиях, так называемых правоохранителей. Но все же, если мы будем говорить о том, как должны происходить, например, обыски, и что должен делать человек, которому с этим обыском пришли. Хотелось бы пошагово понять, как себя вести, поскольку эти знания, к сожалению, для крымчан сейчас становятся необходимыми для многих, особенно для тех, кто находится в зоне риска. Вот, как правило, мы знаем, что по утрам приходят, да, ранним утром приходят, вот стучат в двери. Вот первое, что мы должны сделать. Здесь действительно проблема в том, что люди, поскольку Россия находится в Крыму незаконно, и действия ее, даже согласно ее же законодательству в вопросе обысков и задержаний обычно тоже незаконны, то самая главная проблема, с которой сталкиваются люди, это психологическая неготовность. Если вы не совершали преступления, ведете себя порядочно, ничего не делали, и, конечно, вы не ждете, что к вам ворвутся, выбьют окна и прибегут ФСБшники или ОМОНовцы. Поэтому это всегда есть эта проблема психологической готовности. Мы, в принципе, не готовы, потому что знаем, что мы ни в чем не виноваты. Поэтому здесь, увы, приходится говорить с нашими земляками, с людьми из Крыма о том, что каждый, по идее, может стать жертвой любых незаконных действий со стороны России в Крыму. Поэтому желательно, как минимум, не пропускать мимо себя информацию, которая может вам помочь. Да, мы все думаем, что с нами это не случится, но, как мы видим, четыре года оккупации показывают, что, увы, приходили к тем, от кого точно никто не ожидал преступлений. В суде было доказано, что эти люди и не совершали преступлений, и подкидывали патроны, как, например, балуха или религиозную литературу, подкидывали в дома мусульман. Первое, что надо понять, что, к сожалению, это может случиться. Как минимум, морально быть к этому готовыми. Наверное, иметь хотя бы контакты какого-то адвоката. Что касается дальнейших действий, если вы психологически готовы, то вы уже понимаете, что у вас есть какой-то минимальный набор каких-то инструментов, как себя защитить. Сегодня в Крыму довольно многие знакомы с практикой этих обысков, поэтому действительно, как минимум, заручитесь телефонами и контактами правозащитных организаций или адвокатов. В принципе, часть адвокатов и так публичные, вы можете сразу же с ними связаться, подружиться с ними в Фейсбуке или в других социальных сетях, или найти номера телефонов. Второе, как минимум, вы можете всегда позвонить в адвокатскую коллегию. Симферополя тоже есть адвокаты, и связаться с ними, или Севастополя. То есть, в принципе, можно и так. Это тоже то, что нужно сделать до того, как вообще все это случится. Также обратить все-таки внимание на информацию, которая бывает с советами, рекомендацией, что нужно делать. Желательно, чтобы в вашем телефоне и телефоне ваших родственников тоже были номера адвокатов или правозащитных организаций. Другое, рекомендация вообще общая. Для любых ситуаций, которые связаны с этим, не пренебрегайте социальными сетями или информацией. Как показывает практика, если вы успели проинформировать, то больше шансов, что успеют включиться те же самые адвокаты, даже если вы не успели сами им позвонить. Включатся правозащитники, приедут журналисты. Как минимум, вам не дадут просто-напросто исчезнуть. Подключатся соседи. Увы, мы знаем, что обыски заканчивались не только обысками и не только задержанием. А люди на какой-то период вообще пропадали, как Ринат Параламов. Вполне возможно, что то, что вообще его вернули живым, невредимым, нельзя сказать, он подвергся пыткам, но это тоже то, что общественность, его родственники не дали возможность это замолчать. Поэтому имейте в виду, любые действия, которые к вам предпринимаются на улице, дома, старайтесь по возможности сразу кого-то оповестить или написать тот же самый пост в Фейсбуке. Не страшно, потом удалите, если все закончилось. Но дайте шанс людям об этом узнать, потому что вас могут, скажем так, сразу обезоружить, забрать технику, забрать телефоны, и вы останетесь вообще без связи. Есть возможность, киньте клич, что вот что-то происходит, ко мне пришли или меня задерживают, или возле моего дома крутятся какие-то неизвестные. Дайте об этом информацию. И есть уже провозочные организации и адвокаты, которые умеют реагировать в этой ситуации. Кстати говоря, если слышится стук в дверь, и говорят, что пришли с обыском, можно ли не пускать этих правоохранителей, и через какое время они могут применить силу, выбить дверь, например? Их вообще, конечно, не нужно пускать, пока вы не убедитесь в том, что хотя бы есть хоть какие-то процессуальные документы. То есть кто бы к вам не случал, даже если вы видите, что за дверями стоит человек в форме, и неважно какой, не надо сразу ему открывать дверь и пускать в дом. Вы можете сами выйти на лестничную клетку, или, например, если это подъезд, или выйти во двор дома и спросить вежливо, спокойно, да, здравствуйте, что вас интересует. Но если люди вообще, стучаясь к вам в дверь, не представляются, не показывают никаких документов, вы можете и не открывать им дверь. Если действительно на ней представились, и говорят, что у них есть какие-либо основания на проведение обыска, даже если они вам в глазок, или через окно показывают какие-то документы, не открывайте им дверь сразу, не пускайте их в дом. Сначала выйдите и увидите эти документы. То есть у вас должна быть, как минимум, вы должны показать купе решения суда, да, или хотя бы постановение следователя на обыск. Обратите внимание, я понимаю, что это сложно часто сделать, собрать себя в кулак, скажем так, и обращать внимание на все детали. Но что часто используют в делах? На самом деле обыски, которые мы видим внешне как обыски, формально указаны как обследование жилища. Это совершенно другие процессуальные действия, где ФСБшники или полицейские очень ограничены. И обратите внимание, что там написано. Это постановление на обыск или это проведение обследования жилища. Если жилища, то, например, при обследовании жилища вообще ничего нельзя изымать у вас в ходе такого осмотра. Если это обыск, то убедитесь, что есть документ. Осмотрите этот документ, не спешите. Даже если вас торопит следователь или ФСБшник, не торопитесь. Извините, мне надо прочитать внимательно. Убедитесь, что там именно ваш адрес написан, потому что, может быть, на самом деле постановление на какое-то другое. Постарайтесь сразу же сделать копию. Например, вы можете сделать фотокопию. Дальше обязательно перед тем, как пускать кого-либо в квартиру, проверьте их удостоверение личности, должности. Если это полицейские, перепишите номер жетона. То есть обязательно все персональные данные этих должностных лиц должны быть у вас. Точно так же, если вам представляют неких понятых, убедитесь, покажите, пусть эти понятые покажут паспорт, вы тоже должны знать их имена. И еще, что очень важно, обратите внимание на состояние понятых. Мы несколько раз фиксировали, когда на некоторых обысках вообще понятые были в состоянии либо алкогольного, либо другого опьянения. Они абсолютно были не в себе. Кстати, есть уже группа понятых, но это так за скобками, которая ходит от обыска к обыску. Одни те же люди фигурированы. Обычно это те, кто сотрудничают с ФСБ, и вы имеете право им не доверять. И сказать, я не доверяю этим понятым, прошу привести других, или предложить своих понятых, например, соседей, людей, которым вы доверяете. Это законно? То есть могут, да, их, твоих предложенных тобой понятых? Да, вы можете требовать присутствия тех понятых, которым вы доверяете. Не игнорируйте вопрос понятых. Очень важно, потому что они потом сразу становятся свидетелями обычного обвинения и дают показания, что якобы что-то было обнаружено в вашем доме. Я напомню, что в эфире радио Крым Реали общаемся с главой управления Крымской правозащитной группы Ольгой Скрипник. Оль, я хотела еще раз уточнить, кто может попасть в эту зону риска, потому что, мне кажется, многие нас слушают, думают, что их это не коснется, например, да, и не коснется никогда, но по делу того же, например, захотея, который вот на слуху сейчас, поскольку вынесли решение, мне кажется, можно говорить о том, что даже если ты лоялен к власти, даже если у тебя на первый взгляд все хорошо, не значит это, что этих данных не должен ими обладать, поскольку это важно. Группа риска очень широкая. Я согласна с тем, что даже если у вас есть лояльность к Путину или там вообще в целом к России, это не значит, что это вас спасет. Точные группы риска, если мы посмотрим на эти 4 года, это любые люди, которые открыто проявляли несогласие. Даже если вы сейчас эту деятельность не ведете, но в 2014 году вы принимали участие в митингах, демонстрациях против оккупации Крыма, против России, против Путина, вы уже, скажем так, на карандаше. Дальше это люди, которые, как мы видим, особенно это было активно в 2014-2015 году, люди, которые были членами Межлиса или имеют какие-то связи с Межлисом крымско-татарского народа, например, там могут быть главы региональных Межлисов и так далее. Они тоже в зоне риска. Бывшие любые украинские военные или украинские государственные служащие, но которые не перешли на сторону России, но остались жить просто в Крыму. Они тоже в группе риска. Украинские активисты, крымско-татарские активисты, в целом вообще группа мусульман в отдельном уязвимом положении. Почему? Потому что очень много обысков, которые заканчивались в том числе и так называемым делом Хизбут-Тахрир, они проводились под предлогом поиска, например, запрещенной религиозной литературы. Поэтому в первую очередь это как раз-таки группа мусульман. У них чаще всего проходят такие обыски. Или часто в такую группу попадают те люди, которых могут голословно обвинить в том, что они якобы в террористической или экстремистской организации. А значит, это те люди, которые были связаны, например, с украинскими партиями, с правым сектором, там, партия Свобода. Или это могут быть крымско-татарские активисты, которые там, допустим, открыто присутствовали на других обысках, поддерживали других людей. Их тоже могут обвинить в чем-лиду. Например, дело Салиева. Сейчас он, к сожалению, фигурант дела против крымских мусульман. Его обвиняют незаконно в участии в Хизбутах Рир. Сначала к нему приходили по административке, а потом в итоге к нему уже пришли по уголовному делу. Поэтому, в принципе, все эти люди в группе риска. Но дело украинских, так называемых, диверсантов, тоже показывает, что даже человек, который не занимается активизмом, политической активностью, вообще никак не выражая свои взгляды, может быть кем-то назван диверсантам, шпионам. И к нему точно так же могут прийти. Ну и не стоит забывать, да, о переделе рынка земли сейчас в Крыму. И мы это видим на примере и Фиолента в Севастополе, и прочих, прочих. Сотни таких дел тоже могут прийти с обыском. Поэтому знать об этом необходимо. Да, вот вы говорили о подкинутых вещах. Вот что делать, если следователь, например, заходит в другую комнату и выходит, и у него оказывается там что-то запрещено. Он говорит, вот я нашел. Первое. Ни в коем случае не оставляйте этих людей одних. Даже если вы один в доме, нету ваших родственников, значит, вы должны в каждую комнату заходить вместе с ними. Прямо останавливайте. Нет, подождите, мы заходим вместе в эту комнату. Идеально, если у вас получится возможность и такие случаи. Бывали, когда вы ведете собственную видеозапись. Включите телефон, включите диктофон хотя бы, хоть что-нибудь, чтобы... Не запрещают, кстати, делать? И если запрещают? В принципе, ну, прям так четко, нигде это не прописано, но еще ж не факт, что вы сделаете это обязательно заметно. Поэтому, в принципе, как бы, да, включить диктофон. Понятно, что потом, как формализовать, это уже другой вопрос. Но, как минимум, у вас хоть какие-то будут подтверждения. Что еще важно? Если вы понимаете, что пришли с обыском, требуете дождаться вашего адвоката. Я позвонил, или если даже не позвонил, вы имеете право на этот телефонный звонок. Вызываете адвоката, говорит, пока не приедет мой адвокат, прошу не проводить процессуальных действий. Давайте подождем. Вежливо, спокойно, но, тем не менее, настойчиво. Я вызвал адвоката, или сейчас я вот прям звоню и вызываю адвоката, прошу его дождаться. Если вам будут предлагать, давайте мы вам назначенного привезем, не надо, спасибо, у меня есть адвокат по соглашению, он уже выехал, прошу подождать. Убеждаемся в понятых, что мы им доверяем или не доверяем. Тоже важный момент. Дальше ходим по всем комнатам вместе с ними. Как было, например, с Владимиром Балухом, его закрыли на первом этаже, вообще не дали ему выйти. Полезли на чердак. И полезли на чердак, и там подбросили патроны. Понятно, это грубейшее нарушение, так они делать права не имеют. Владимир Балух об этом заявлял, жена это подтвердила, мать подтвердила. Но все равно, если вдруг вам применили силу, закрыли в комнате, обязательно в любых протоколах, которые вам будут давать на подпись, прям записывайте. Мои возражения. Меня закрыли, мне запретили перемещаться. Ко мне применили силу. То есть все, что вам не нравится, все эти моменты, обязательно фиксируйте, хоть на полях, хоть где-то, но обычно есть графа возражения или там ваши пояснения. Вписывайте. Любой протокол, который бы вам не давали на подпись, обязательно там не должно оставаться никаких пустых граф. Прямо ставьте прочерк, если, допустим, вы не заполняли. Или заполняйте своими мыслями, там, с тем, что вы не согласны с чем-либо. Чтобы потом за ним числом не вписали. Конечно, чтобы никто ничего туда не вписал. Обязательно дождитесь адвоката. Старайтесь препятствовать, да, ну, в рамках, конечно, там, дозволенного, но не начинать эти процессуальные действия. Если они начались без адвоката, то потом в протоколе пишите. Мне не дали дождаться адвоката. Обыск проходил без адвоката, хотя я неоднократно его требовал. Прямо так и записывайте в листике. Неважно, нету правильных или неправильных форм. Главное, запишите. Это потом для вашего адвоката и для вас будет важным аргументом, чтобы себя защищать в суде. То есть вот эти действия обязательно делайте. В том числе, если вы где-то информационно успели об этом заявить, значит, к вам уже есть внимание. Возможно, пришли соседи, стоят вокруг люди. Это может тоже повлиять на то, что, ну, побоятся что-то подкидывать или будут уже пытаться больше соблюдать какие-то процессуальные нормы. Эти вещи минимально, что нужно будет соблюдать при обыске. Некоторые юристы советовали в 2014 году выключать наоборот телефоны, чтобы не было доступа к данным. Ну, вот насколько это релевантно? Ну, здесь вам нужно тоже ориентироваться в ситуации. Если вы понимаете, что есть какие-то вещи, которые могут быть использованы против вас, то, конечно, например, компьютеры, телефоны, в которых может храниться информация, которую используют против вас, желательно включить. Но тут, понимаете, есть меры вообще информационной безопасности, которые нужно использовать до того, как вам пришли в обыск. Например, обязательно должны быть запаролены ваши телефоны, хотя бы внешний экран. Запаролен ваш компьютер. Должно стоять шифрование на компьютере. То есть это все минимальные вещи, но они очень важны для вашей безопасности, в том числе и физической, когда придут с обыском. Если вы понимаете, что есть что-либо, что может быть действительно, ну, прям очень четко использовано против вас, постарайтесь, ну, уничтожить тот же самый жесткий диск, если вы можете. Не соглашайтесь добровольно отдавать вашу технику, любую, флешки, телефоны, компьютеры. Если у вас что-либо и изъяли, требуйте и проверяйте, чтобы это все было внесено в протокол обыска. Если что-либо было не внесено, все прям записывайте своей рукой. И я напомню, что в эфире радио Крымреалии говорим с главой правления Крымской правозащитной группы Ольгой Скрипник. Важные события, спорные заявления, последние новости, горячая тема. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио Крымреалий. Продолжается эфир радио Крымреалий. У микрофона Татьяна Курманова. Говорим с главой правления Крымской правозащитной группы Ольгой Скрипник. Оль, вы уже упомянули изъятие вещей, да, вот как себя нужно вести при изъятии, что можно, что нельзя и где это нужно фиксировать, например. Опять-таки, если это обыск, то убедитесь, что в документах процессуальных написано, что именно обыск, потому что изымать ваши вещи можно только в ходе обыска. Если же это просто обследование жилища, то изымать ваши вещи не имеют права. Если обыск, то опять-таки, вы должны находиться рядом, когда что-либо обнаруживается. Даже если это ваша вещь, не надо за нее хвататься, трогать ее, чтобы там не оставались там следы ДНК, отпечатки и так далее. Тем более, если это вещь подброшенная, да, вы можете с первого взгляда даже не определить, что и где достают. Поэтому лучше эти вещи просто не трогать. Вы можете сразу в протокол так и записывать. Не согласен, подкинули, этих вещей у меня не было. Я видел, как следователь или там понятой или кто-то из сотрудников положил эту вещь. То есть, если вы видели и знаете, что вам подкинули, пишите это сразу в протоколе. Сразу это говорите вслух. Сразу сообщайте это адвокату, чтобы адвокат мог это заявить в своих документах. Вы можете и лучше, обычно, советуем всем, не давать никаких пояснений, что бы вас не нашли. Вы можете спокойно ссылаться на статью 51 Конституции России, не свидетельствовать против себя или близких. Вот, то есть, в принципе, вы можете просто-напросто молчать. Тем более, пока не приехал ваш адвокат. А, кстати, а почему не давать пояснений? Вы не знаете, какое именно дело против вас ведется, что хотят против вас, будут давить. сфабрикованы это для дела, потому что, в принципе, нужно понять одно. Что бы вы ни сказали, тем более, в отсутствии адвоката, это 100% будет использовано против вас. Вы должны понять, что в лице следователей, ФСБ, полиции, Центра по борьбе с экстремизмом ваших друзей нет. Как бы они себя не вели, как бы лояльно они к вам не относились, как бы вежливо чего-либо вам не советовали, это вам не друзья. Это те люди, которые, скорее всего, хотят против вас завести дело, а то и сфабриковать вообще это дело. Поэтому любую информацию, которую вам дадите, они перевернут так, как будет нужно им. Поэтому ждите адвоката и не давайте никаких пояснений, но требуйте пояснений от тех, кто проводит обыск. Почему вы это делаете? На основании какого закона? Скажите мне норму, назовите статью, назовите статью кодекса конкретную, задавайте им вопросы. Вы у них можете спрашивать, и они обязаны вам отвечать. А вот вы можете на их вопросы не отвечать. Спокойно говорите, я ссылаюсь на Конституцию России, статья 51. Я жду своего адвоката, без адвоката я не скажу, Ваш адвокат, когда приедет, он сам будет знать, что вам будет лучше делать. Если человек не подготовился, к нему пришли с обыском, неожиданно для него адвоката нет, как быть? Адвокат по назначению может ли быть? Да, конечно, адвокат по назначению может быть, но это мы говорим в ситуации задержания. Если вас задержали после обыска, доставляют в полицейский или какой-то другой участок в отделение ФСБ, вы должны знать, у вас есть право на адвоката. Всегда. В том числе и в ходе обыска вы точно так же имеете право обращаться за юридической помощью, за помощью адвоката, профессионального защитника. Важно понимать, что адвокаты, скажем так, две есть ситуации. Есть адвокат по назначению, есть адвокат по соглашению. По назначению вам обязаны давать в любом случае адвокаты, если вы задержаны, арестованы и так далее, потому что это ваше право на защиту. Но, увы, практика такова, что в многих случаях, особенно если это сфабрикованное или политическое дело, адвокат по назначению ваши интересы не представляет. Он, увы, представляет интересы следствия, ФСБ или полиции. Если вы понимаете, что адвокат точно не ваш защитник, то требуйте адвоката по соглашению. Даже если вам дали адвоката по назначению, у вас остается право еще на несколько защитников по соглашению. Даже если вы не знаете телефон, вы должны четко заявить, в том числе адвокату по назначению, вы должны сказать, у меня есть мой адвокат по соглашению. Позвоните моей маме, папе, брату, сестру, коллеги Они знают, как связаться с моим адвокатом Требую моего адвоката Точно так же, если у вас идет допрос или какой-то протокол Вы можете в любом документе писать Мне не дали право встретиться и поговорить с моим адвокатом по соглашению Требую моего адвоката по соглашению Как понять, что, например, ваш защитник по назначению вам не поможет? Например, он вас слоняет сразу со всем согласиться Поддержать версию следствия Сразу во всем сознаться и так далее Другой момент Допустим, адвокат по назначению вам не сказал, что вы имеете право еще на других адвокатов по соглашению Это тоже обычно признак того, что адвокат будет представлять не ваши интересы, а интересы следствия На эти пункты обращайте внимание И даже если вам говорят, что у вас уже есть адвокат Вы говорите, что нет, я имею право еще на адвоката И обязательно требуйте и не соглашайтесь на допрос Просто молчите в ходе допроса, пока вам не приведут вашего защитника по соглашению Вы можете даже не знать, допустим, иногда этого Но как минимум вы должны хотя бы дать телефон, допустим, жены или друга Или кому вы доверяете, что этот человек тогда свяжется уже с адвокатом И найдет его в этот момент Еще небольшой момент, о котором стоит сказать Обыск в самом начале вы упомянули, что может превратиться сразу в задержание Как понять, что это уже задержание, что это не, как часто говорят, до выяснения обстоятельств Везут в райотдел или ФСБ, например Даже если вас забрали в отделение, то держать вас без постановлений, предъявлений чего-либо То есть, как они говорят, до выяснения личности могут не более трех часов То есть все, если через три часа вас не отпустили Желательно относиться к этому максимально серьезно И мы обычно сразу, что делает крымская прозрачная группа После таких ситуаций, когда, допустим, человек был задержан Якобы его увезли для проверки документов Мы стараемся сразу зафиксировать время, когда его забрали и где Мы понимаем, какие ближайшие рядом участки Мы фиксируем время и понимаем, что если через три часа человек не вышел То, скорее всего, в отношении него есть дело Административные его могут сейчас взять под арест Вынести, например, решение об админаресте Либо уже дело уголовное, и его тогда уже задерживают в рамках уголовного дела Поэтому всем родственникам и друзьям нужно обратить внимание Когда вашего знакомого или родственника задержали Прошло ли три часа Через три часа, считаю, лучше максимально бить тревогу Приходить под полицейский участок Звать адвоката, чтобы адвокат туда приходил Чтобы адвокат добивался встречи с тем-то человеком, который был задержан Поэтому на это обращайте внимание обязательно на сроки Если вдруг вас задерживают, куда-либо забирают В машину садят, предлагают пройти пешком Постарайтесь сообщить кому-то из ближайших Или кому вы доверяете, хотя бы написать сообщение Или позвонить кому-либо Чтобы люди знали, что вас задерживают Спасибо большое Я напомню, что мы общались с гостью нашей студии Главой управления Крымской правозащитной группы Ольги Скрипник Спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!